Всем привет, вы на канале Крипто Комманс, ребята, наконец-то свершилось, нам разблочили наш основной канал Крипто Комманс 1, назовем его так. Кто не в курсе, мы неделю не могли ничего постить, потому что у нас был страйк за старое видео про фри биткоин, так что все, никаких больше экранов, записания их убрал. В смысле, вы это их крутите, все нормально, теперь вот здесь вот ссылка, топлинк, все ссылки тут, на нее нажимаете, там все наши партнерские ссылочки с кучей-кучей всего, и наши все ютубы, телеграммы, биржи, обменники, экраны, чтобы не потеряться, крутите их оттуда. И респектую всем тем, кто в это время был с нами и подписался на наш второй бэкап канал, он тоже называется Крипто Комманс, вот так вот, обратите внимание. Мы там всю неделю постили видосы, в том числе с выставки блокчейн, вот, стрим про альтсезон был вчера очень подробный, я там рассказывал все, как торговать к биткоину, как я торгую, показывал свой портфель на бинансе, рассказывал, показывал, почему альтсезона еще не было, почему он только начинается и так далее и тому подобное, поэтому обязательно посмотрите, естественно, переводы. Олеся Урастанец, Аня Дикари. Так что теперь мы будем, видимо, вести эти оба канала и подпишитесь на второй тоже, как бы изначально второй был английский, но сейчас мы их разделим, возможно, на одном канале будут переводы, на втором чисто наша аналитика и стримы или как-то так. Так что убедитесь в том, что вы подписаны на оба канала. Ну, это сказано и погнали к делу. Рынок зеленый, отскок наблюдается по всем монетам, кроме Соланы, которую я так стебал, в которую все же спрыгивают, ну, тоже небольшой дамп, так что норм. Хриплый, которого я вчера взял в лонг на байбите, чисто поугарать, уже в плюсе почти на 1000%, ну, это, конечно, кросс, плечо так считает, на самом деле, это примерно, ну, сколько тут, ну, процентов 60-70, он уже в плюсе все равно, так что. Я не идиот просто вставать в 20-м плече, у меня я разгрузил уже часть позы, так что у меня вот практически без плеча, ликвидация далеко, так что хриплый to the moon, несмотря на то, что я терпеть не могу хриплый, хриплый to the moon. Слушайте, столько новых фичек, столько новой инфы, которой хочу с вами поделиться, так что погнали. Во-первых, на байбит, на нашей любимой бирже, добавили вот такие вот замечательные мультивью, где вы можете, например, 4 экрана сделать и торговать сразу всеми монетами, как вариант. Ну, скажите, ну не прекрасно ли это? Вот, потом, что еще хочется отметить, да, и опять же, кто не подписан на нашу телегу, тут очень много теряет, например, всю эту неделю, кто думал, что мы не выпускаем видосы, ребята, обязательно подпишитесь на нашу телегу, потому что мы там все постили, и туда первым делом все выкладываем. Кто хочет больше знать про мой альт-портфель, про всю фигню, обязательно посмотрите, стрим альт-сезона еще не было, это очень полезный стрим, даже несмотря на то, что я там езжу по мозгам вам своей любимой неформатной, экстравагантной голландской музыкой от группы Theas Itch. Вот. Горячие новости от биржи Dudex в том, что они запустили нулевые комиссии на все торговые пары, крышесноснейшая новость, ссылка на Dudex в описании, и биржа славится не только тем, что у них вот такие мега-сквизы происходят, где вы можете на самом деле в свою пользу их использовать, например, здесь можете закрыть лонг-эфира по 3500 и открыть шорт-эфира по 3500, как бы, не финансовый сайт-дисклеймер, но Dudex прикольная биржа. Теперь всеми этими торговыми парами, которых, правда, пока все три, биткоин, эфир и линк, вы можете торговать с абсолютно нулевыми комиссиями, и это не шутка, это реально так. По чейнлинку с нулевыми комиссиями у меня есть обзор, и по этой бирже, сейчас он появится у вас сверху, обязательно посмотрите, ссылка на бирже в описании. Ну, погнали к делу. Рынок зеленый, в краткосроке наблюдается хороший отскок после вот этой бычьей дивергенции, собственно, то, чего мы ожидали, и биткоин рисует паттерн ковш большой медведицы, я это называю. Да, когда мы нарисовали вот такую вот большую медведицу, ну, или двойное дно, и потом выстреливаем еще выше. На мой взгляд, это наверх, на мой взгляд, уже достаточно вытряхнули фома лангистов, здесь и спекулянтов. Возможно, конечно, что еще будет не за большой дамп вниз, и после этого наверх, и на долгосрочной картине это вообще ничего не разломает, этого даже не будет видно. Конечно, опять же, индикатор Tutsi, наш любимый черепашьи торги, показал нам выход из шорта, вот здесь вот внизу, и вход в лонг. Что мы сейчас и видим. Мы видим хорошие зеленые свечи и потенциальный рост. Этот индикатор, обратите внимание, он здесь нам показывал выход из лонга и вход в шорт, так что он достаточно круто работает. Немного с запозданием, конечно, но, тем не менее, вот этот вот рейндж вы возьмете, понимаете? Так что сейчас абсолютный лонг, потому что давайте смотреть долгосрочную картину и обсуждать, что же там происходит. И для этого я хочу вам показать очень интересный график, который я нашел в твиттере TheRationalRoot, спасибо этому чуваку, он делает фундаментальный ончейн анализ биткоина. Вот, здесь из этого графика мы видим что? Мы видим сравнение бывших циклов 2013, 2017 и 2021. Годов. Соответственно, вот, желтая линия это 13, оранжевая линия 17 и розовая линия это сейчас, 2021 Bullrun. Посмотрите, что мы здесь видим. Мы видим поразительное сходство этих рыночных циклов вплоть до, я не знаю, дней. Вот, посмотрите, этот период идет 289 дней, 287 дней. И сейчас мы, получается, ровно в середине пути. И что я хочу сказать, что вот этот дамп, который у нас был с вами недавно, вот этот вот мини-дампик, ну как мини-дампик, мы падали от пика до дна. В принципе, немного, всего 27%. Почему я и говорю, что возможно, что еще возможно, мы сейчас отвергнемся от сетки, чуть-чуть сходим ниже, и потом только to the moon. Там, даже если вот так вот, но общие картины это не разломает. Но, опять же, не факт, что так будет, я не говорю, потому что вниз движение всегда лимитированное. Да, даже вот мы можем до сетки еще сходить на 40 тысяч, но все равно вниз всегда есть лимит, предел движению. А наверх лимита нет, вы помните это, в крипте у нас был ран, это просто to the moon. Поэтому сейчас ждать вот этой просадки, которую все ждут по 40k, возможно, что они ее не дождутся. Потому что, смотрите, вернувшись к этому графику, у нас были уже вот эти просадки, и это была вполне ожидаемая просадка вот здесь. Посмотрите, как точно сходится вот этот дамп с вот этими дампами. Понятно, что там подогнали новости, отключили электричество, хешрейт упал, все дела там. Но на самом деле, как бы фундаментал это фундаментал. Но есть одна замечательная фраза, покажите мне графики, и я расскажу вам новости. Что мы здесь видим на графике? Что мы все еще находимся в этом коридоре движения цены по индикатору BeamBands, нашему любимому. И мы, наконец-то, видим с вами долгожданную коррекцию. Если включить сетку EMA Ribbon, то мы с вами долго-долго этого и ждали, правда? Смотрите, что мы здесь видим? Ничто иное, как вот такую небольшую коррекцию, как вот здесь, вот здесь, вот здесь, как вот здесь, или вот здесь. Мы давно с вами ждали, что биткоин скорректируется к этой сетке средних скользящих, чтобы его там докупить. И в итоге что? Сейчас он падает, и я надеюсь, что вы докупаете. Вот, не финансовый, конечно, совет, дисклеймер. Опять же, те, кто думает, что это вершина бычьего рынка, как бы окей, есть индикатор PI Cycle Top, который только сейчас отработал, да? Как мы можем видеть с вами тут, этот индикатор дал нам знак, что это была вершина цикла. И вы скажете, да, все, это конец бычьего рынка, ведь он здесь точно показывал, здесь точно показывал, здесь. Но, ребята, не забывайте, что этот индикатор был написан после вот этих всех вершин, исходя из того, где они были. Плюс еще этот индикатор показал вот здесь вот ложную вершину, потому что дальше мы пошли еще сильнее наверх. Ну, и как бы она была, конечно, не ложная, потому что здесь была коррекция, как вы, наверное, знаете, на 70%, но это был короткий медвежий рынок, и в итоге мы после этого отросли еще на 1000%. И даже после таких медвежьих рынков мы все равно отрастали еще на 1000%, понимаете? Поэтому, конечно, да, возможно, мы сейчас перегреты и будем дольше еще уходить. Это если будем дольше еще корректироваться, если рассуждать медвежьим образом сейчас. Еще один знак в пользу медведей, конечно же, это если мы посмотрим на недельную MACD, то она тоже здесь вот только-только пересеклась, посмотрите. И показывает нам начало негативного движения, да, то есть красного такого движа. Но я вам хочу сказать, что знаете что, вспомните, что было вот здесь. Здесь MACD тоже пересеклась и показала нам немножко красного движения, помните? Вот, дальше что было? Дальше был Mega To The Moon. Но еще очень интересный факт, который отметил наш друг, небезызвестный вам, наверное, крипто-хамстер. Всем рекомендую. Он сделал часовой развернутый обзор по биткоину. Вот, до скольки вырастет биткоин. Что он нашел? Так это поразительный факт того, что, смотрите, когда биткоин стоил еще в районе 30 тысяч, вот здесь, когда была вот эта вот предыдущая мини-коррекция, стахастик RSI начал падать. То есть он ушел в перепроданную зону. То есть весь вот этот рост, пока мы росли, я вообще такого ни разу не видел. Стахастик падал. Соответственно, сейчас он находится в перепроданной зоне, откуда, ну, просто напрашивается отскок. Вот как вот здесь, как вот здесь, понимаете, как вот здесь. Посмотрите, стахастик находится в перепроданной зоне, соответственно, это бычий знак, а не медвежий. Так что, ребята, вот такие вот движухи. Давайте все-таки взглянем теперь на глобальную картину в целом, на модель Stock to Flow, что она нам показывает. Для этого предлагаю отдалиться на больший таймфрейм и посмотреть, где же мы с вами находимся. Ну, во-первых, вот наш логарифмический канал, в котором мы двигаемся и следуем, которому уже безотказно на протяжении десятилетия. Что мы здесь видим? Что вот у нас зоны аккумуляции с вами внизу этого канала, да, и вот у нас зоны продажи с вами вверху этого канала. Соответственно, мы сейчас где-то на середине. Опять же, не забывайте, что это логарифмический канал, то есть движение снизу непропорциональное движением сверху. То есть, если кажется нам, что мы сейчас на середине или даже выше, то на самом деле тут еще больше движения. Если мы отключим логарифмическую шкалу, вот, видите, тут еще движение наверх, оно гораздо большее, на 100 с чем-то тысяч или даже там на 200 может сходить внутри этого канала. И чем дольше мы будем расти, тем выше, соответственно, оно поднимется. То есть, честная цена биткоина тоже уже в районе 20 тысяч долларов, чтобы вы понимали. Так что многие, кто там орут, что биткоин – это скам, и он опустится там ниже 20, просто не понимают очевидных вещей. Так что это раз. Два, то, что мы ждали эту коррекцию, вот, типа, такой, типа, вот такой, вот мы сейчас в ней и находимся. И, конечно же, лично для меня это знак того, что надо покупать. Три, то, что вершина рынка, ну, не бывает вот такой вершины рынка, ребята, это просто бред. Вершина рынка – это всегда экспоненциальный бурный рост покупок с последующими бурными продажами, как вот здесь, вот здесь, вот такие, типа, похожие на букву L. Соответственно, вот мы видим сейчас коррекцию, которая, по идее, выделится в больший памп, соответственно, мы, типа, вытряхиваем всех спекулянтов из рынка. Сейчас все слабые ручки, кто вот здесь накупил, в расчете завтра заработать и не хочет ждать, не умеет ждать на рынке. И это все прекрасно сходится с моделью Stock to Flow, вот этой белой линии. Давайте я сделаю ее другим цветом, чтобы вам было понятнее. Скажем, желтым. Это желтая линия, которая предсказывает нам следующее плато цены. Вот мы, собственно, точно, идеально точно ему идем. Посмотрите, внутри этого канала, внутри BIMBenz канала, вот, который нам предсказывает уже вершину канала, где-то в 150 тысяч долларов. И мы сейчас идем, догоняем эту желтую линию, как мы всегда с вами и делали. Как мы делали это вот здесь, догоняли и перегоняли ее. Также мы делали это вот здесь, догоняли и перегоняли ее. И только потом уже, к следующему халвингу на медвежьем рынке, мы опускались ниже этой линии желтой, видите. Так что сейчас мы идем ее догоняем, перегоняем по всем параметрам. И пик этого рынка будет, не знаю когда, но, видимо, в этом году, скорее всего, осенью или зимой, если мы будем четко следовать этому плану. И только потом нас ждет медвежий рынок, полноценный. О чем, собственно, и говорит нам вот этот график, да, что мы сейчас находимся в здоровой коррекции. Возможно, нас ждет сейчас некая консолидация или флет. Но в целом нас ждет с вами еще настоящий To The Moon. И, как правило, в конце рынков вот именно вот это вот движение, самое иксовое движение, никто не забирает. Хотя оно на самом деле приносит вот там 4-5 иксов там по биткоину и по альткоинам еще гораздо больше. Но что с альткоинами? Я знаю, что вас всех волнует этот вопрос больше любого другого. Поэтому давайте посмотрим. Ну, еще раз повторюсь, что с альткоинами я прекрасно рассказал, по-моему, на нашем бэкап-канале, на который обязательно вы должны подписаться по ссылке из описания. Вот в этом лайвстриме альтсезона еще не было. Это полуторачасовой лайвстрим, где я все подробно рассказываю, какие альткоины покупать, почему, как их покупать, как торговать к биткоину и так далее и тому подобное. И также даю ссылку на альтсезон индекс, очень прикольный сервис, вот этот, из которого мы видим, что да, это альткоин месяц, да, это альткоин сезон, но нет еще, это не альткоин год. Вот, видите, хороший знак, что нет, потому что значит, что это еще не альткоин год. Это значит, что вот у нас некоторые альткоины все еще отстают от биткоина. И, кстати говоря, ребята, здесь почти весь этот список это наши с вами альткоины. Это хорошо, а не плохо. Те, кто думает, что это плохо, что мы сидим в Dash, в STC, там, в биткеше, они дураки, потому что они сейчас их засаживают во всякие вот эти Соланы, Доджи, Ава, вот эти все альты. И их просто сбреет, потому что, ну, по закону равновесия, это все сейчас начнет дампиться и переходить вот в эти альты. Короче, более подробно об этом посмотрите на моем стриме, вы, я думаю, почерпнете очень много крутой инфы, если вы еще не видели. А что я сейчас могу вам сказать, что, смотрите, доминашка сыпется, падает, эффект домино. Но сейчас все ждут отскок по доминашке. Да, не вопрос, мы можем увидеть вот такой отскок, как мы, в принципе, уже его видели, вот. Но дальше, скорее всего, всех выстригут. Сейчас все зафиксят прибыли из альткоинов. Понимаете, да, что это такое для альткоинов? Мы хотим для альткоин to the moon, а нам надо видеть, чтобы этот график падал, потому что это доминация битка. И, собственно, вот она и падает. И сейчас все ждут здесь отскок, возможно, что его и не будет. Может, он и будет, но потом все равно это, скорее всего, вниз, потому что альтсезон. Биток уже и так хорошо набрал. Поэтому будет, не будет, но в любом случае вниз. Это так же, как биток. Я говорю, будет, не будет коррекции, но в любом случае наверх. Короче, мое мнение такое. Не финансируется я дисклеймер. Биткоин наверх, но медленнее, чем альткоины. Если даже биткоин вниз, то он быстрее, чем альткоины. Соответственно, альткоины растут быстрее, чем биткоин. Соответственно, альтсезон. И если вы хотите сделать больше биткоина, то как минимум держите альткоины к нему. Потому что биткоин-доминация пробивает свой all-time low за 3 года. Обратите внимание Мы ниже вот этих значений 50 по TradingView Не находились С 2018 года То есть 3 года назад Мы там последний раз были вот здесь И это был самый масштабный массивный альт сезон Насколько вам известно Он конечно начался вот здесь вот Но продолжился вот здесь вот И сейчас мы тоже видим что он начался вот здесь вот С этого DeFi хайпа, NFT хайпа И сейчас мы идем в конкретнейший Альт мазефака сезон Я надеюсь все это понимают Я очень на это надеюсь Ну из новостей что? Тесла продала часть биткоинов на 272 миллиона долларов Чуваки это мега бычая новость Знаете почему? Хотите я расскажу вам Давайте взглянем на акции Тесла Акции Тесла Смотрите где они сейчас находятся А теперь вернемся на Сколько? Год назад примерно Или уже больше года назад Да, год назад примерно Вот здесь Когда Тесла вот сюда за ту замунила Вот здесь вот Илон Маск твитнул Знаете что он твитнул? Что-то наши акции очень дорого стоят Ну типа намекнул Что пора бы зафиксить прибыль Смотрите что было дальше Бум! Понимаете? Так что не верьте В этим новостным информационным вбросам Акции Тесла улетели на 430% наверх За год Так что не верьте В эти хомячие новости Они пишут всегда все наоборот Чтобы вас Выкинуть из ракеты Так что в сухом остатке Подытожим Ребята У нас в основном Бычьи знаки По битку и по крипте По альткоинам Я бы сказал Только бычьи знаки По битку Есть пара медвежьих знаков Это PI Cycle Top И Недельная MACD Но на другой чаше весов У нас очень много Бычьих знаков Как и вот этот RSI Посмотрите Отскакивающий Так и То что мы еще В середине пути И все вот эти графики И вот эти новости Псевдо-медвежьи Да и то что Просто зайдите И посмотрите Блин рынок растет Все Поэтому Дисклеймер Не финансовый совет Вот Самая обычная новость Конечно Это то что мы снова С вами вместе В нашем основном канале Подписывайтесь обязательно На бэкап канал тоже Там скорее всего Как я уже сказал Мы их разделим На одном будут переводы На другом Лайвстримы Или что-нибудь такое Не забудьте подписаться К нам в Telegram Чек Чтобы получать Всю инфу Самыми первыми Вот Не забудьте Про все партнерские ссылки Которые теперь Убраны в Tablink.cc Чтобы нам больше Страйки не прилетали Вот Не забудьте На наш твиттер Тоже подписаться На всякий Пожариус Потому что Да и вот этот твит Я конечно лайк И делаю ретвит Потому что это бомба Поэтому наш твиттер Тоже вас ждет На всякий случай Но я думаю Что Telegram Даже более удобный Для вас Ну и всем Большущего Большущего профита С вами был Фла-ла-ла Он же Грин и Джо Это канал Крипто Комманс И скоро увидимся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова